Всем хай, с вами Смарт Пицца и в этом выпуске вы увидите исторические фото с животными, которые никогда не покажут в школе. Начать мне хотелось бы вот с такого любопытного снимка, который был сделан в середине прошлого века. На нем видно трех дрессировщиков и сразу четырех приматов. Если верить комментариям, то люди так сильно надрессировали животных, что они могли ходить рядом с ними на двух ногах, общаться между собой и как-то взаимодействовать с окружающими их предметами. Короче говоря, это были уже не четыре простых обезьяны, а четыре товарища, к которым можно было обратиться за помощью. Обезьяны, конечно, умные существа, в этом никто не должен сомневаться, но все же в такое их поведение мне слегка не верится. А как думаете вы, может ли все это оказаться правдой? Напишите в комментариях. Мы же пойдем дальше и посмотрим на следующий, не менее интригующий снимок. Он, как вы уже заметили, снова связан с обезьянами, однако на сей раз непростыми и, я вам даже больше скажу, ни теми, о которых знает наука. Согласно эксперту, который и сделал данный снимок, перед нами совершенно новый вид приматов, которому дали название обезьяны де Луа. Никакой скрытый подтекст в этих словах искать не стоит. Такое название им дали в честь швейцарского геолога Франсуа де Луа, который проводил исследования в Южной Америке и, собственно, сделал этот снимок. Дело было в 1920 году, но с тех пор никаких других доказательств существования этих приматов специалисты так и не получили. Кстати, в подлинности этого снимка нет никаких сомнений. Люди многократно проверяли данный кадр на предмет монтажа, и он всегда безукоризненно проходил проверки. А потому все скептики начали думать, что это не новый вид, а просто некая странная паукообразная обезьяна, которая случайно попала в объектив. Впрочем, сам Франсуа так не считал. По его словам, он отправлялся в экспедицию как раз с целью поиска новых видов животных. Поездка долго не приносила ему плодов, и мужчина уже начал расстраиваться, как вдруг он услышал шаги приближающихся крупных животных. Сначала тот подумал, что, возможно, это могла быть пара довольно крупных очковых медведей, но позже стало понятно, что это некие человекообразные приматы, передвигающиеся на двух задних ногах. Существа оказались очень злыми, вероятно, из-за того, что люди ступили на их родную территорию без спроса. Обезьяны неожиданно для всех начали бросать в туристов камни, ветки и собственные фекалии. Говорят, что если бы люди ничего в тот момент не предприняли, они бы точно не ушли оттуда живыми. В попытке припугнуть животных эксперты начали стрелять в воздух, чем лишь сильнее разозлили некоторых самцов. В итоге людям ничего не оставалось, кроме как стрелять в одного из самых агрессивных приматов. Вот только самец оказался умнее и находчивее. Он спрятался за самкой, увернулся от выстрела и в конечном итоге сбежал. После этого неприятного инцидента остальные приматы тоже дали дёру. Исследователи же посадили убитую обезьяну на ящик, поставили ей длинную палку под подбородок и сфотографировали на память. Учёные также попытались сохранить её шкуру и кости, но сделать этого им, увы, не удалось. Титанобоа! Продолжим тему чего-то мистического и в то же время удивительного. И на сей раз перед нами будет снимок огромной и жуткой змеи. Если верить истории, то он был сделан ещё в 1959 году. Полковник ВВС Бельгии пролетал на вертолёте над Конго. Мужчина возвращался с миссии и был сильно уставшим, как вдруг ему показалось, что прямо под ними проползла гигантская змея. Сначала человек никак на это не отреагировал, но всё же через пару минут любопытство взяло верх, и он приказал пилоту развернуться и вновь пролететь над этим местом. Как вы понимаете, сделал он это совершенно точно не зря. Мужчина увидел под собой 15-метровую ползучую и тут же сфотографировал её. Затем полковник направился в сторону базы, взял с собой экспертов и вновь прилетел туда. Однако, увы, на месте уже никакой змеи не было. Тем не менее, полковник не расстроился. Он показал снимок к экспертам и подумал, что те быстро определят змею, а также место, где та потенциально может прятаться. Но то, что он услышал в ответ, лишило его дара речи. Ему сказали, что эта змея не похожа ни на один из современных видов. Во-первых, у неё был совершенно другой окрас, а во-вторых, она была 15 метров в длину. Никто из наших ползучих до таких размеров никогда ещё не вырастал. Тут-то любители всего самого паранормального и подключились к обсуждению. Они заявили, что это могла быть Титанобоа. Кто не знает, так зовут официально вымершую ползучую, которая как раз и могла вырастать до таких размеров. Вот только, как я уже отметил, она вымерла. Ползала она порядка 60 миллионов лет назад. Каков шанс, что учёные ошиблись, и она по сей день где-то прячется. Раньше я думал, что такой вероятности вообще нет, но теперь мне кажется, что она появилась, пускай и минимальная. Единственное, что заставляет меня верить в лучшее, так это небольшое знание истории. Я имею в виду тот факт, что Титанобоа вырастала до гигантских размеров из-за того, что в её период было очень жарко. Это позволяло рептилии активничать круглый год, не отвлекаясь на спячку. Она завтракала, обедала, ужинала, а также по-любому делала несколько приёмов пищи в ночи. «Где она только брала столько еды?» – спросите вы. А я отвечу вам – рыба. Она ела рыбу, которой всегда было и есть целое множество. Всего пара ловких выпадов, и живот был набит вкуснятиной. Даже смертельные тиски использовать не приходилось. Какими бы интересными и увлекательными не были все эти случаи, многие из вас могут считать, что это хорошо продуманный фейк и не более того. Что ж, у вас есть право так думать, но что вы скажете на этот счёт? На сей раз перед нами абсолютно точно настоящий снимок, который был сделан в 1933 году. На нём изображён человек, а рядом с ним в подвешенном состоянии «Отдыхает морской дьявол». Почему я назвал этого ската именно так, узнаете немного позже. Ну а пока давайте ещё немного насладимся этим уловом. Перед вами экземпляр, который отловил купец из Нью-Йорка 26 августа 1933 года. Шесть метров размахом, две с лишним тонны весом. Да, в море плавают существа и побольше, вот только на удочку такие попадаться явно не спешат. Впрочем, и этот исполин был выловлен почти случайно. По комментариям рыбаков, скат зацепился за якорь во время поединка с рыбаком и его быстренько затащили на борт. Со стороны это наверняка выглядело довольно комично, ведь лодка была едва ли крупнее добычи. Когда вести об улове разошлись по Нью-Йорку и окрестностям, в порт потянулся народ поглазеть на чудо. Как я уже говорил, скат достался купцу, а потому он быстро нашел способ заработать дополнительных деньжат. Мужчина брал по 10 центов с каждого человека за просмотр. Скажите, а что бы вы делали с таким уловом? Тоже попытались бы его как-то монетизировать или, возможно, передали бы в музей? Я, пожалуй, именно так и сделал бы. Пускай все люди мира получат возможность посмотреть на такого ската собственными глазами. Ведь перед нами был гигантский морской дьявол или же манта. Да, это существо на самом деле так зовут. Нет, это не вымершее и даже не мистическое создание. Это вполне себе живые скаты, которые плавают в современных водах и по сей день. Они считаются самыми крупными из себе подобных. Ширина тела отдельных особей может достигать 9 метров при весе до 3 тонн. Несмотря на внушительные размерчики, питаются наши гости зоопланктоном, отфильтровывая его из воды. Ох, не хотел бы я в следующей жизни стать планктоном и повстречаться с этой бездонной пастью, которая будто вообще не пасть, а скорее какая-то утроба для грешников, вход в которую украшен двумя рогами. Некоторые из вас подумают, что эти рога – это главное, ну или хотя бы одно из главных орудий морского дьявола. Но это не так. На самом деле они играют роль плавников. Именно благодаря им наш подводный гость направляет себе в рот поток воды, богатой органической вкуснятиной. Так, предлагаю немного передохнуть и посмотреть на куда более приятный и милый снимок, которым с нами поделился подписчик. Человек рассказал, что забрал этого котенка из приюта буквально на днях и до сих пор не смог придумать для него имя. Давайте поможем ему с этим. Напишите в комментариях, как бы вы назвали этого красавчика. Это, если что, мальчик. Хотел бы я продолжить тему кого-то маленького и миленького, но, увы, не могу. Вместо этого у меня на очереди фотография зубов ужасного мегалодона. Чтобы не допустить такого же в будущем, присылайте мне фото своих домашних питомцев, пускай о них узнает весь мир. Мы пока заценим то, что осталось от древней и, к счастью, вымершей акулы. Археологи из США наткнулись на идеально сохранившийся зуб мегалодона. Похоже, что со словом «вымершей» я немного поторопился. Некоторые эксперты допускают вероятность того, что эта конкретная особь вымерла совсем недавно, в наше время. Дело в том, что когда люди осмотрели этот зуб, они обнаружили, что у него сломан кончик. Однако, края выглядят почти такими же острыми, как в тот день, когда они в последний раз разрезали свежее мясо. Зубы мегалодонов попадались ученым и раньше, но их еще ни разу не обнаруживали практически в том же положении, в котором они находились миллионы лет назад. Наверное, это тот самый случай, когда я мечтаю о том, чтобы эксперты оказались неправы. Нам из современных больших акул хватает, которые с удовольствием охотятся на людей, причем делают это почти повсеместно. Представьте, что будет, если к числу уже имеющихся хищников добавить мегалодона. По некоторым оценкам, он вырастал за 15 метров в длину и весил при этом под 50 тонн. Каким бы умелым дайвером ты ни был, увы, но выжить при встрече с ним получится вряд ли. Во время нападений на своих врагов этот тиран мог разгоняться до 20 километров в час. Этого было более чем достаточно, чтобы протаранить и оглушить тем самым оппонента. Ну а пока жертва находилась без сознания, мегалодон аккуратно подплывал к ней сзади и делал пару-тройку укусов, после которых та уже никогда не приходила в себя. Как вы думаете, кто изображен на следующих снимках? Большинство подумает, что это какой-то обычный грызун, до которого никому нет дела. Но поверьте, ученые отдадут все, лишь бы эти снимки оказались у них и они были настоящими. Ведь это не случайный грызун, а редчайшая, чешуехвостая крыса, которую впервые удалось запечатлеть в естественной среде обитания. Сняли животное в 2023-м, хотя до этого о нем было известно лишь по единственному экземпляру, добытому еще в 2015-м. Совершить прорыв в науке ученым помогли фотоловушки, которые они расставили по всему лесу. Этот гигантский грызун с рыжеватой шерстью, который достигает 46 сантиметров в длину и весит от полукилограмма до килограмма, живет в тропических лесах на острове Вангу, в архипелаге Соломоновы острова. Питается он твердыми плодами канариума, кокосовыми орехами и, возможно, фруктами. Жители Вангуну хорошо знакомы с местной чешуехвостой крысой. Они также называют ее Вика, но все попытки зоологов отыскать ее до недавнего времени заканчивались неудачей. Несмотря на финальный успех, этот вид, скорее всего, находится на грани исчезновения, так как для его существования подходит слишком малое количество лесных биотопов, большинство из которых по сей день подвергаются вырубке. Чем эти крысы уникальны и как можно решить возникшую проблему их вымирания, ученым лишь предстоит выяснить. А вот это животное, которое сейчас перед вами, уже вымерло. Окончательно. Однако люди опомнились и планируют вернуть его к жизни в ближайшие несколько лет. Почему все так и кто это такой, сейчас расскажу. Перед вами был Тилоцин. Сумчатый или тасманийский волк. Считается, что его полностью истребили в 1930-х годах. Сперва люди завезли в ареал его обитания собак Динго, а потом и сами приложили к этому делу свою кровавую руку. При жизни общая длина тела взрослого сумчатого волка от носа до кончика хвоста была не более 180 сантиметров при весе под 20 килограммов. Также он был достаточно высоким, а потому трава и кусты во время охоты ему не мешали. Он спокойно мог полагаться на зрение и слух и быстро ловить врагов. По некоторым источникам, в основном наш гость охотился на наземных птиц. Крупных пернатых он мог загонять вместе со своими собратьями. Ело животное сразу много, почти до отказа. Благо, желудок был на это рассчитан. Вполне вероятно, что сумчатый волк еще чем-то отличался от своих современных аналогов. Но люди, увы, пока этого не знают. И чтобы исправить это недоразумение, а также для того, чтобы просто восстановить справедливость, ученые планируют воскресить его. Радует, что сделать это намного проще, чем воскрешать прочих древних животных, ведь жил наш гость совсем недавно. По сути, различные стартапы планируют создать гибридное животное, обладающее многими характеристиками тасманского волка. Компании будут использовать технологию редактирования генов для вставки фрагментов восстановленной ДНК телоцина в геном семейства плотоядных сумчатых. Например, в геном тасманского дьявола, который является одним из ближайших родственников вымершего животного. Затем измененное ядро будет вставлено в яйцеклетку, а когда из нее разовьется эмбрион, он будет имплантирован суррогатной матери. Помните, сегодня мы уже смотрели за одним удивительным снимком, сделанным в Конго? Да, я говорю про титанобоа. Так вот, в 2024 году люди тоже сняли кое-что удивительное. Не такое крупное и заметное, конечно, но тем не менее, ученым впервые попался желтоголовый очковый сорокопут. Это редкая птица из семейства ванговых, которая обитает в горных лесах на западных склонах рифа Альбертин на востоке Демократической Республики Конго. От других представителей рода она отличается блестящим черным оперением и ярко-желтым хохолком. Впервые этого пернатого друга описали еще в 1933 году, но с тех пор он ни разу не попадался орнитологам. В основном это связано с тем, что данный вид живет в труднопроходимых лесах, которые к тому же расположены в регионе, где регулярно вспыхивают гражданские войны. Неудивительно, что о его образе жизни до сих пор почти ничего не известно. Отыскать этого красавчика удалось лишь специально подготовленной группе исследователей, которая отправилась в экспедицию на покрытый туманными лесами хребет Итомве. За шесть недель им удалось встретить в общей сложности 18 таких пернатых и сделать первые их снимки. Это стало невероятно важным открытием, потому что теперь люди знают хотя бы об этом месте, где популяция этих созданий успешно развивается. Эфиопский шакал. Именно так зовут одного из редчайших видов в семействе псовых. Это такое длинномордае и одновременно длинноногое животное, которое вы ни с кем не перепутаете. К тому же шакал постоянно ест одних и тех же грызунов, эдакий единственный в своем роде привереда. Саола. Это вид парнокопытных, который живет во Вьетнаме и Лаосе. Открыли этих созданий лишь в 90-х годах прошлого века, но в случае с ними лучше поздно, чем никогда. Ведь за последние 50 лет это первое крупное открытое животное. Изучение этих красавчиков еще продолжается. Окапии. А чтобы встретить нашего следующего гостя в дикой природе, нужно отправиться в Конго и никуда больше. Окапии населяют густые тропические леса на севере и востоке страны. Сразу как только африканский единорог был открыт, он стал настоящей научной сенсацией. Как вы думаете, как бы выглядело существо, объединяющее в себе кошку, сову, осьминога, кенгуру, крысу и летучую мышь? Хотя чего тут гадать, это ведь получится долгопят. Голова этого монстра крутится почти на 360 градусов, его глаза светятся в темноте, а пальцы увенчаны присосками. И это лишь малая часть от всех его особенностей. Велорог. Так зовут одно из древнейших копытных Северной Америки, являющиеся единственным современным представителем своего семейства. Велороги получили такое название из-за характерных крючковатых рогов, растущих и у самцов, и у самок. Хотя у последних они тоньше и короче, лишь редко бывают длиннее ушей. Да и вообще, главная их фишка даже не в этом. Велороги очень быстро бегают, настолько, что угнаться за ними по силам лишь какому-нибудь гепарду. Копытное разгоняется чуть ли не до 100 километров в час. Карликовый муравьед? Названия обычно не врут, и это не стало исключением. Карликовый муравьед является самым маленьким представителем муравьедов. Его длина не превышает 45 сантиметров. Этот малыш ведет ночной образ жизни и особо ни с кем не конфликтует. Своего рода добряк из тропиков, которого хочется взять на руки. И раз уж мы затронули тему всего самого маленького, то было бы странно пропустить земляную гиену или земляного волка. Это одно и то же. Это африканское млекопитающее является самым мелким представителем гиен, которое к тому же в 90 процентах случаев питается исключительно термитами. Хоботковая собачка Петерса. Знаете, для описания этого существа вообще ничего первым не приходит в голову. Потому что тут, куда ни глянь, везде что-то новое и уникальное. Этот зверек из прыгунчиковых живет в Африке, в длину достигает 30 сантиметров, весит меньше 500 граммов и обладает единственной в своем роде милой маленькой мордочкой с хоботком. Кагу. Кагу – это ведущая наземный образ жизни нелетающая птица размером с домашнюю курицу, длиной около 55 сантиметров. Эти огромные крылья она использует чисто ради понтов, чтобы привлечь внимание самки или запугать кого-нибудь. Но не более того. А еще она интересна тем, что у нее нет никаких родственников. Совсем даже дальних. Коты – это всегда что-то хорошее, милое и, что самое главное, домашнее. Но поверьте, не каждый котик готов уживаться в четырех стенах. Манул – тому идеальный пример. Этот ловкий и умный хищник является одной из самых пушистых кошек в мире. Он охотится из засады и всегда застает жертву врасплох. Жить дома и получать все на блюдечке – не в его интересах. Вуалаво. Если вы вдруг отправитесь на Мадагаскар и вам скажут, что здесь обитает необычный хомяк, знайте, они имеют в виду Вуалаво. Его образ жизни кардинально отличается от остальных грызунов, и он этому вполне рад. Крошечными, как оказывается, могут быть не только небольшие по своей сути животные, но и такие великаны, как слоны. Барнейский слон, например, весит всего около пяти сотен килограммов. Быть может, он еще чем способен удивить, но мы этого не знаем, ведь все его происхождение остается предметом дискуссий, так как в первый раз его описали не по живым экземплярам, а по обычному снимку из журнала. Кто-то, будучи слоном, превращается в невероятно маленькую особь и вполне нормально на это смотрит. А кто-то не стесняется даже превратиться из медведя в кота. Такое млекопитающее зовут бинтуронг, и это настолько неуклюжее, коротконогое, но милое животное, насколько это вообще возможно. Европейский морской ангел. По поводу нашего следующего гостя, я, ребят, могу сказать только лишь одно. Ангелы стремительно покидают наш мир, и это стоит принять. Странная, но добрая акула почти вымерла в своем ареале, хоть люди и пытаются приложить все усилия для того, чтобы сохранить ее популяцию. Древесный кенгуру. Рожденный прыгать лазать не может. Слышали такое выражение? Что, оно какое-то неправильное? Да неважно, на самом деле, ведь оно идеально подходит под древесного кенгуру. Этот рожденный прыгать красавчик отрастил себе гигантские когти и стал животным, который с деревьями на ты. А это то ли кенгуру, то ли валаби, но скорее что-то среднее, с коротким хвостом и размером с домашнюю кошку. Зовут красавчика Квокка, и почему-то он всегда улыбается. Как вы думаете, из-за чего? Бородач, ягнятник, называйте нашего следующего гостя как хотите. Главное, будьте начеку. Ведь это птица из семейства ястребиных, и один этот факт уже говорит о многом. К тому же бородач крайне суров со своей добычей. Он очень любит костный мозг, поэтому нередко для его получения раскалывает кости оппонентов, бросая их с высоты на камни и скалы. Аксолотль. Особенность нашего следующего гостя, к счастью, не в жестокости. С ним все дело в том, что Аксолотль достигает половой зрелости и становится способным к размножению, не превратившись во взрослую форму, то есть не претерпев метаморфоз. Таким образом, перед нами вечно молодой клубочек нежности, умеющий вдобавок регенерировать свои конечности, позвоночник и даже мозг. Неудивительно, что ученые изучают его каждый год. Белогубый питон. Наш следующий гость привык избегать людных мест. Для этого он поселился в Индонезии, посреди джунглей. Ночью это будет самая обычная змейка коих вокруг тысячи. Но как только выглянет солнышко, все быстро изменится. Вместо скромного черного наряда он облачится в стильный неоновый костюм, завораживающий своими переливаниями. И нет, он не просто хочет выделиться. Белогубый питон рассеивает таким образом тусклый ночной свет, становясь практически невидимым даже для врагов с ночным зрением. Серебристая игрунка. Эндемик Бразилии уже звучит достаточно интригующе, ведь там много разных интересных существ. И серебристая игрунка не стала исключением. Эти приматы отрастили себе огромные когти, чтобы без труда разбираться с деревьями, ведь как ни крути, они по большей степени питаются древесным соком. Карликовая игрунка. Опа, не ждали? А тут у нас еще одна игрунка, на сей раз карликовая. Для этих милах условная виноградинка будет размером с целую руку. И даже несмотря на это, они заботятся о своих близких, стараются их как-то защищать и не давать в обиду другим животным. Обычно карликовые игрунки живут группами по 2-10 особей. Амазонский дельфин. Так зовут самого крупного в мире речного дельфина. Длина взрослых особей может достигать 2,5 метров, а весить при этом они могут за 200 килограммов. Еще этот пресноводный китообразный никогда не покидает рек и редко перебирается на новые места. В мутной воде легко ориентируется при помощи эхолокации, а также великолепного слуха и осязания. Ягуарунди. Следующее существо, о котором у нас пойдет речь, это кошка. Но не простая и милая, а очень даже опасная. Где только не встречали. От пустынь до колючих зарослей и тропических лесов. Подобное разнообразие, к слову, проявляется не только в месте обитания. Эта кошка ест фрукты, падаль и похожа на куницу. Ради глобального успеха зверь был вынужден забыть обо всем родном кошачьем. Фенек. Ну а это просто идеал. Совершенство среди питомцев для большинства людей. Хоть феника и трудно приручить, многие об этом все равно мечтают. Вы только взгляните на эту миниатюрную лисицу с крупными относительно тела ушами. Живет она в Северной Африке и считается самым маленьким представителем среди псовых. Суматранский носорог. Ставьте лайк, если вы тоже не знали, что в природе существуют и невероятно редкие носороги. Так называемые суматранские. Говорят, что их осталось менее 100 особей. При этом они крайне самобытны, из-за чего ученые всеми силами стараются сохранить вид. Полосатый леолис. Если для вас ящерицы и змеи это одно и то же, то вы как никто другой поймете полосатого леолиса. По своей сути, эта ящерица вот только не простая, а из семейства чешуи ногов. В ходе эволюции она научилась отбрасывать ноги и превращаться в змею, становясь при этом доминантом в своей экосистеме. К слову о странных существах. Еще из такого разряда есть айолот. Спереди это ящерица, сзади змея, посередине червяк. Данного монстрика можно увидеть только лишь в Мексике, а точнее в песчаных почвах штата Нижняя Калифорния. Эти рептилии, напоминающие бледно-розовых червяков с глазами, ртом и парой ножек, вырастают до 23 сантиметров в длину и 8 миллиметров в ширину почти все свое свободное время, находясь под землей. Паук-циклокосмия. Обычно, когда мы видим существо с подобным рисунком, мы сразу же думаем, что к нему приложил свою руку человек. Ну не мог же паук с рождения получить себе древнюю печать на задней части тельца? Оказывается, что еще как мог, брюшко этого паука резко заканчивается твердой плоской поверхностью в форме диска, на котором расположен очень интересный узор. Это идеальный инструмент для самозащиты, например, чтобы заткнуть им проход в свой домик. Какапо. По-другому, нашего следующего гостя еще называют совиной попугай. Это ночная нелетающая птица, эндемик Новой Зеландии. Вроде и крылья имеются, но вот мышцы, приводящие их в движении, недостаточно развиты для полетов. К тому же попугай Какапо сам по себе один из самых тяжелых среди своего семейства. Он может весить аж до 4 килограммов. Исполинская черепаха. Представители этого вида доживали до 150 лет в неволе и жили более 200 лет рядом с людьми. Это невероятно крупная черепаха с мощными столбообразными ногами и относительно маленькой головой. А еще у нее просто огромный панцирь, более метра в длину, да и весит она сама по себе до 250 килограмм. Что любопытно, так отъедается наш гость далеко не на мясе, а на самой обычной травке. Хотите, чтобы ваш газон на даче был идеально ровным и низким? Просто заведите исполинскую черепаху и вытащите ее на улицу. Готов поспорить, что про следующего зверя вы совершенно точно не знали. Это африканская цивета, редкий гость из семейства виверовых. Обитает в основном в саваннах и редколесьях, а активничает среди ночи. Главным объектом ее поисков почти всегда являются грызуны и насекомые. Отдельным ее преимуществом является возможность без вреда поедать некоторые ядовитые растения. Златокрот Гранта. Люди все время говорят об океане, как о чем-то совершенно неизвестном. Но задумывались ли вы когда-то, может ли таким же местом выступать пустыня? Ее ведь тоже не изучишь полностью. Именно так и был случайно обнаружен златокрот Гранта. Он живет в пустыне Намиб и круглыми сутками роет там тоннели. Они находятся близко к поверхности, поэтому ходы, проложенные зверем, тут же обваливаются. Стоит ему сдвинуться с места. Гигантская летучая лисица. Альтернативное название этого существа – Каллонг. Это самый крупный представитель отряда рукокрылых. Длина до 40 сантиметров, крылья в размахе до полутора метров, а вес – более одного кило. В отличие от многих других летучих мышей, наш гость не способен к эхолокации. Поэтому, когда речь заходит о поиске пищи, он ориентируется исключительно на обоняние и зрение. Пакарана. Далеко не каждый день встретишь огромного грызуна весом под 15 килограмм, о котором ученые почти ничего не знают. А зверушки пытаются что-то разузнать, но из-за необычного образа жизни и отличной маскировки он почти всегда уходит с радаров, и исследование начинается сначала. Галага. Хотя, погодите, Пакарана – это еще не идеал в маскировке и прятках от людей. Я бы таким скорее назвал Галага. Возможно, это самый многочисленный примат во всей Африке, которого вместе с тем почти что нереально встретить. Он крайне мал, юрок, и к тому же имеет темный мех, сливающийся с окружающей средой. А еще, если верить источникам, они умело уходят от контакта с людьми из-за способности издавать уникальные звуки, коих в их арсенале чуть ли не под 20 штук. Ими они довольно успешно коммуницируют между собой и избегают опасностей. Дик-дик. А теперь давайте взглянем на вот эту милую антилопу. Она активна и днем, и ночью, ест траву и никого толком не трогает. Но если вдруг дело коснется непосредственно ее саму, то тут враг мигом об этом пожалеет. Ведь дик-дик – одно из самых громких животных всей Африки. Иглистая мышь. Раньше я думал, что все мыши ни на что толком не способны, но как оказалось, некоторые из них довольно классно регенерируются. В случае опасности, иглистые мыши могут сбрасывать кожу, которая в 20 раз менее прочная, чем у простых мышей. На месте раны не образуется шрам, как у всех остальных, а запускается процесс восстановления. В результате, зверек невероятно быстро восстанавливает силы. Обыкновенная луна-рыба. Как вы думаете, трудно ли быть самой тяжелой костной рыбой на свете? Лично я думал, что если ты достигаешь трех метров в длину и весишь около двух тонн, то твоя жизнь просто сказка. Но ученые говорят нам обратное. Оказывается, что луны-рыбы проходят невероятные испытания с самого первого мгновения своего рождения. Кажется, будто даже бактерии, погибающие от любого изменения окружающей среды, имеют больше шансов на выживание, чем они. Их просто-напросто могут слопать вообще все, кому не лень. Новорожденные рыбы-луны размером с крупную песчинку и весят меньше грамма. Шерстокрыл. А шерстокрыл – это просто пример для подражания среди всех тех, кто жаждет использовать складки на своем теле по максимуму. По сути, все это существо есть отдельная большая мембрана для полета. Такое экзотическое приспособление позволяет зверьку эффективно планировать между деревьями на удобной невысокой скорости. Удачный прыжок может дать зверьку пролететь до 150 метров. Теперь давайте посмотрим на последние фотографии вымерших гигантов. Гигантопитек. Быть большим очень удобно. Ты можешь питаться всем, чем захочешь, ходить где тебе будет нравиться. В общем, будешь совершенно не чувствовать никаких проблем и забот. Огромное количество древних животных пошли именно по этому пути, и наш с вами предок, самый большой примат в истории, гигантопитек, не стал исключением. Чтобы вы понимали, насколько он был крупным, взгляните на вот этот вот последний снимок, после которого никто из человечества так и не смог запечатлеть данных созданий. Вероятно, это была последняя встреча человека и гигантопитека в истории. Интересно, как создание вообще не проявило агрессию и сдержалось? Мужчина ведь такой крошечный по сравнению с ним, согласны? Да что там мужчина? Давайте сравним гигантопитека и с другими существами. Например, он весил как три гориллы. Вы можете это представить? Кроме того, гигантопитеков отличала и челюсть, прекрасно заточенная под пережевывание жестких стеблей. Именно этот нюанс и превратил гигантопитеков в ходячую фабрику по переработке бамбука. А благодаря габаритам, стая голодных приматов-гигантов с легкостью отбирала еду у других любителей закусить высокой и жесткой травой – панд. Однако не стоит думать, что панды и другие животные объединились, чтобы отомстить гигантопитеку. Совсем нет. Колоссальный примат, вероятно, исчез с лица земли из-за гигантских размеров и диетических предпочтений. В отличие от панд и горилл, гигантопитекам приходилось кормиться чаще и в течение более длительных периодов времени. Это привело к замедлению метаболизма, потенциальному убийце в нестабильном мире эпохи плейстоцена. Кроме того, их вес не позволял им лазать по деревьям, из-за чего им приходилось питаться только пищей с земли. Как вы понимаете, этого было недостаточно. А на этом все. Напишите в комментариях, какое редкое животное впечатлило вас больше всего, а также ставьте лайк и подписывайтесь.